Как закончили для тебя соревнования? Считаешь ли ты свой результат положительным? Удовлетворительным, скажем так. Главная цель была снять полтайм в тяге, именно вторая эборья. И слава Богу удалось. То есть, поэтому ты не сфокусировался на преседании? Нет, я в первую очередь сфокусировался на сумме. Можно было собрать хорошие результаты именно вторая эборья. Но вот именно сегодня, если в Штатах я просто не понял, что вообще было, то сегодня просто не дало травм реально приседать. То есть, мне на втором подходе стало трясти во время опускания в сет. И поэтому я даже не стал рисковать, а третьего подхода отказался. А если все пошло бы нормально, то что бы... Какая сумма была ориентирована в трейборе? Ну, расчет на что-то около... тонны 30, может быть, что-то такое. А по сравнению с рекордами это как? С рекордами это было бы на 35 килограмм больше моего ултайма действующего. То есть, если не бить, то сразу тут жестко бить рекордами. Ну, тут дело не в том, что бить, просто хотел показать хороший результат и как бы... И обозначить, что даже в присутствии реально сильно конкуренция, я мог бы конкурировать там и с Маланичевым и тому подобное. То есть, вот именно это хотелось. Первый подход в приседе, в принципе, был неплохим и, видимо, был хороший запас и во втором подходе как бы вообще что-то пошло. Вот я и говорю, из-за травмы. А что комплект? Прикрепление большой приводящих, в садичном бугру, у меня там, не знаю, что там, неврология, неврология, ну, короче, болит, скажем так. Болит в тяге, болит в приседе. Вот. В тяге потерпел на срыве, она подвисала, но нормально, в принципе. Там, как бы, амплитуда растяжения немного другая, а вот в приседе, да. И у меня еще во время тренировочного процесса были случаи, когда меня колбасило так же. Только там веса другие. Когда Белкин говорит о травме, в принципе, его можно не слушать вообще, да? Никакого значения не имеет, да? Ну, да все, блин, пауэрлифтеры с травмами, знаешь, как бы, разной степени сложности. Просто с какими-то травмами можно жить и тренироваться, с какими-то травмами это делать тяжело. Сейчас буду отдыхать, залечивать, всякие ударно-волновые делать и тому подобные процедуры. Буду реально отдыхать. Тянуть, может быть, буду еще, так, слегонца, но пристать точно не буду, потому что надо колено подлечить. Что-то мне прям сегодня обострилось. Вот я видел твой первый жим, он, блин, был как третий. То есть, ты... Жим был... Да, жим был ожидаем. Я после US Open еще тоже, как бы, не ожидал, что что-то пойдет. После приседа, вот опять, после приседа напрямую зависит, как пойдет жим. Вот. Если это выступление ты называешь удовлетворителем, то каким было выступление в Америке? А босс равно, не знаю, как сказать. Ну, говно выступление было, после дела. То есть, даже задачи минимум не было выполнено. Если потянул бы... То есть, что осталось за кадром, и скрыто от наших глаз, что там повлияло. Такое, свое точки зрения... Ну вот, получается, как я рассуждаю... Не отошел? Хорошо. С приседанием было как? На разминке все было круто. То есть, здесь на разминке чуть-чуть как-то проперлись. Вот. Но на помост-то вышел, было легко. И 360 было легче, довольно-таки, чем... 360, которые были на US Open. Вот. Но, именно если брать US Open, то после первого подхода у меня что-то случилось с ногами отрезка. Они стали ватными просто. Вот как будто их как бы перетянуло и все. Вот как будто стоишь в бинтах, но их не разматывают, скажем так. Вот такое было ощущение. То есть, вообще никакой жесткости в ногах не было. То есть, ты был стоял в бинтах когда-то на первом подходе? Да нет, нормально все. Я как бы сам мотался, и поэтому все подсчитывал по времени, все нормально. И потом, когда я выходил на второй подход, я... Получается, на табло сначала я должен был идти, ну, через двух человек. Начал мотаться. Потом меня вызывают. Оказывается, человек отказался. Говорит, давай. А у меня только одна нога намотана. Я быстро-быстро доматываться, кистевые уже по ходу. Ну и... Плюс ноги как бы не отошли. Ну и... Туда вниз. Ну как бы это... В первую очередь ноги. То есть, дело не в том, что там как-то спешка, не спешка. Вот именно вот... Жесткости в ногах не было. То есть, не было силы вообще в ногах. Это уже были первые американские провиски против тебя? Да. То есть, у них так все просто делается. Да, нет. Нет? Ты специально это сделал? Да, я думаю, нет. Даже не задумывался об этом. Что дальше пошло не так? А дальше все после приседа. То есть, настрой уходит. Жим особо не идет. Не знаю, впервые я жму на соревнованиях меньше, чем в зале. Всегда было больше. Стабильная килограмма 10. То есть, подводишься по отдыху. Плюс нормальная скамья жимовая и все тому подобное. То есть, ну и... Жим всегда нормально идет. А тут как-то вообще какая-то ерунда получилась. Полнейшая. Ты узнал о том, что ты очень сильно встаешь перед тягой? Да? Я это узнал уже на разминке на тяге. То есть, я не следил за конкуренцией. Думал, что с алимом вообще в категории 125. Потому что, ну... Слишком объемистый, скажем так, для сотки. Вот потом смотрю, блин, и я отстаю на 45 килограмм. Думаю, блядь, да че, херили что ли? Думаю, надо тянуть нормально. То есть, так как настрой уже был не тот. И... Поэтому решил перезаказать, чтобы, ну как бы, крыть. Я думаю, ну, меньше 375 заказывать незачем. Хотя мне хватило бы заказать 362,5, чтобы просто его все время накрывать. И контролировать. Касал 75, спокойно потянул. Потом по самому счету пошел на 95. То есть, не стал там смотреть, сколько он пойдет. И все. То есть, как бы 95 не хватило, чтобы сделать задел. А он оказался еще в тяге, да? Нет, тяга у него хорошая. В принципе, в целом, я бы сказал. То есть, ну, обычно средняя тяга. Как бы я по себе-то не сравниваю. Я-то читер в тяге. Микроамплитудой и тому подобное. Еще и замок теперь появился. Говорят, вообще типа замок амплитуды уменьшает прям. Да не хочу. Ничего подобного на самом деле. Понятно. Руки для меня не становятся. Почему ты сохранен в секрете свои выступления сегодня? Почему ты никому не говорил? Не хотелось какого-то этого внимания все привлекать. Я не люблю внимания. И оно мне реально мешает. Как еще показала практика в декабре. С тягой. То есть, хотелось как-то более незаметно проскочить. Но я знал, что не получится. Потому что мне нужно было с утра выводить в этот же день. Сегодня. Своего спортсмена. Его выступление планировать задолго до моего, само собой. То есть, и, конечно же, я бы не сказал, типа, я хочу выступать. Типа, иди в жопу. Понятно, что я так не сделаю. Поэтому с 9 утра я уже был здесь и выводил. Ну и, соответственно, пока я здесь и там все подходят. Можно сфотаться, можно сфотаться. И так вот потихоньку как бы дергают. Дергают, но это как бы забирает, я бы сказал, силы. Вот. А можно задать интимный вопрос про деньги? Куда ты пустишь? Деньги? Не знаю. Пусть лежат. Пусть лежат. То есть, у меня как бы проблемы с деньгами. Фу. Ну, в принципе, уже давным-давно нет. Ну, вот. Студенческое время прошло. И поэтому, ну, пусть лежат. То есть, пусть дальше копятся. Ну, и о планах вопросов этой сонной, что на этот год? Хочу выступить на боссах в Штатах. Прям очень хочется, потому что мы с гринами дружим. Такая дружеская атмосфера. Очень нравится вообще выступать в Штатах на самом деле. Очень хорошее отношение прям. Русско-Лефония. Человеческое. И по организации мне все нравится. Никаких не проебов, ничего. То есть, все четко. То есть, народу потому что немного, и поэтому очень легко контролировать потоки. То есть, все четко всегда по регламенту, по расписанию. Тут, конечно же, опять же, тысяча с лишним человек выступает. И нереально реально спрогнозировать именно время выступления. Потому что кто-то не заявляется заранее. То есть, потом дозавляются на взвешивание. И поэтому все время как бы смещается. Все время организаторы стараются все как бы с запасом подсчитать. Но не всегда все получается. Вот. И поэтому как бы это ожидаемо. Я как бы всегда к этому готов. Но когда не получается, конечно же, немного расстраиваюсь, что не по времени. Но что поделать, как бы, ну. Оно есть. И это. И скорее всего, еще будет долгое время. И тут как бы обижаться на организаторов вообще как бы реально нельзя. Ну и хочется еще одну ложку дегтя добавить про рекорд. Это Коун и твой. Это Коун же тянул на жесткой брифе. Да? Сука. Как теперь будешь шпарировать? Ааа. Вообще мы с Адам Коуном хорошо общаемся. Вот. И. И. Он точно не против того, что. Он. И уверен, что он уже узнает. И что он рад. И что уже на меня висит сообщение. В директе. Что он меня поздравляет с рекордом. И. Я думаю. Именно. И. Он именно хотел, чтобы я снял этот рекорд. В первом. Потому что я знал, что. Что уже подбираются к рекорду. А кто? Американец. Эээ. Калер Вулом. Вулом, точнее. Вот. Который снял рекорд Беляева. В курсе? Ну. Ты вообще выпал. Вообще. Короче. Он реально уникум. Вот. Именно в тяге вообще уникум. В плане антропометрии все четко. Вот. Но. Тоже тянет в замок. Он кстати. Вот. Благодаря ему на самом деле. Я сейчас начал тянуть в замке. Потому что я считал, что в замке большие виса тянуть нереально. Он будет выпадать. Потом я увидел его в исполнении тягу на колесах. То есть. Он тянул. Типа. Аля Стронговская штанга была. А там был как раз. Четыреста пятьдесят пять. Вот этот. Типа этот. Тысяча. Фунтов. Паундов. Фунтов. Вот. И. Я реально понял, что в замке тянуть большие веса реально. То есть. Меня именно это пугало в первую очередь. Боялся, что будет больно, да? Не то, что больно, а то, что он будет вылетать из замок. Да. Но вот именно его тяга вот меня реально как бы замотивировала в плане замка то, что держать можно. Я думаю, если он держит, почему бы не смог бы удержать и я. Вот. Правда, приходится следить все время за отеком, чтобы пальцы не оттекали, чтобы замок нормально держал. Вот. И в первую очередь тяну в замке, потому что травму. Еще раз напомню. Мне-то в однохвате тянуть больно, а в разнохвате тянуть пиздец как больно. И с каждым подходом усталость накапливается в месте, где травма. И все больнее, 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 больнее. И потом я могу просто даже 300 не оторвать. И такое было с помостка. То есть настолько все не очень в разнохвате. Поэтому приходится терпеть в замке, в принципе. Пришлось пойти на риск на US Open в плане замка, потому что это первые старты. Обычно, как говорится, коней на переправе не меняет. Но я рад, что все получилось. Ну, если бы читером тоже до конца, как бы. Да. Прям читером в квадрате. Следующая мулька будет вообще неожиданная, что все садят с ума. Что это будет. В принципе, рад, потому что вот есть чувство удовлетворения теперь. Да, потому что мне пришлось выступать на этих соревнованиях именно из-за тяги. В первую очередь. То есть у меня были сначала мысли потянуть просто по тяге выступить. Вот. И Эд Коуэн, напомню, был бы не против, если это было бы так. Но я не смог себе позволить именно только по трейболе.